Итак, продолжим. В этом уроке мы будем проводить верификацию нашего счета в AllertPay. Значит, в данный момент счет у нас заблокирован для того, чтобы нам его разблокировали и мы могли получать сюда средства и потом выводить их куда-нибудь. Нам нужно верифицировать наш персональный счет. Значит, нажимаем вот здесь на эту ссылочку. Что нам здесь предлагают? Здесь нам предлагают отправить два документа. Первый документ, который будет с фотографией подтверждать ваше имя и фамилию. Второй же документ должен подтвердить ваш адрес проживания, то есть какая-то квитанция, выплате коммунальных услуг, телефона, выписка с банковского счета. Жмем вот на эту ссылочку. Здесь нам нужно выбрать, какой именно документ мы будем сейчас отправлять. В любом случае нам нужно будет отправить два документа, так что начнем с первого. Выбираем фото ID и нажимаем кнопочку Next. Так, в этом окне нам нужно выбрать, какой именно документ мы отправляем. В случае для Украины работает только два документа. Это водительские права и паспорт. Выбираем, допустим, паспорт. Жмем обзор. В открывшейся окне нам нужно будет выбрать документ, который мы уже перед этим отсканировали. То есть это ваш паспорт отсканирован. В нем должно обязательно видно быть четыре уголка. То есть с каждой стороны, чтобы было видно, что это именно сканированный паспорт, а не вы в фотошопе его сделали. Выбрали, жмем открыть. И нажимаем далее. Здесь нам, по идее, должно показать скриншот вашего документа. У меня здесь просто написано документ, один паспорт. В вашем случае вы просто увидите здесь фотографию своего паспорта. И далее жмем Finish. Но мы делать этого не будем, потому что документ наш не есть реальным. И дабы не засорять почту AlertPay, мы просто как бы, я вам показываю, как делать верификацию. А вы будете отправлять свои документы реально. Скажем так, паспорт мы отправили. То есть тогда у вас этого верхнего пункта не будет. Будет только пункт с подтверждением адреса. То есть выбираем его, жмем дальше. В этом окошке мы видим опять же 4 пункта. Первый пункт это квитанция об оплате коммунальных услуг. Второй пункт это квитанция за телефон. Третий пункт выписка по вашей кредитной карточке. И четвертый выписка по вашему банковскому счету. Я буду отправлять допустим квитанцию, то есть с ЖКО скажем. То есть выбираю первый пункт, жму на обзор. Выбираю также отсканированную мной квитанцию. И жмем далее. Так, в этом окошке опять же должно показать скриншот вашей квитанции. И после этого жмем финиш. После того, как вы отправили документы, статус ваших документов вы можете посмотреть, перейдя по этой ссылочке. Значит, здесь будет видно дату, когда мы отправили наш документ. Здесь название документа. Ну, я отправлял здесь водительские права. И здесь статус документа. Submit, то есть означает, что ожидает проверки. Значит, проверка длится около 10 дней. То есть здесь написано, возможно, раньше, как вы пройдете проверку. То есть, когда ваш документ пройдет проверку, статус поменяется на Апровод. Здесь, здесь. После того, вы смело можете пользоваться вашим счетом. Он будет верифицирован. Можете вводить деньги на счет, выводить со счета. То есть, производить любые операции. Счет будет готов к использованию. На этом пока все. В следующем уроке вы узнаете, как можно зарегистрироваться еще в одной платежной системе Paypal. Она также нам нужна будет для работы с кликовыми спонсорами. До скорых встреч!